Живая очередь вместо слепого жребия. Теперь по такому принципу проходит распределение политических партий в бюллетенях. Процедура, по мнению участников процесса, неоднозначная. Она уже привела к неразберихе в избирательной комиссии Заводского района. Ее свидетелями стали и наши корреспонденты. Утром в коридоре избирательной комиссии тихо и спокойно. Это, конечно, не проходной двор, но помимо людей сюда захаживают по каким-то своим вопросам и братья наши меньшие. Рабочий день членов территориальной комиссии начинается в 9 утра, но представители политических сил уже в полвосьмого организовали живую очередь и составили свой список. Первой пришла делегат от партии регионов, второй от СДПУО, третьими были коммунисты. Ровно в 9 появилась председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Москаленко и секретарь Инесса Сапа. Когда вместе с ними в кабинет в обход живой очереди попытался войти молодой человек, коридорное затишье обернулось бурей. Молодым человеком оказался делегат от партии реформы и порядок Владислав Колесников. По его словам, он пришел раньше всех, значит ПРП должна быть зарегистрирована первой. Я пришел ровно в 9 часов. А здесь уже пришли раньше? Ну я не знаю, вот тут ночевали? Не заняли очередь? Нет, я пришел первый. Садиться сидеть, я пришел первый. Сколько ни пыталась представитель партии регионов Татьяна Синенькая доказать обратное, Владислав Колесников стоял на своем. Вопрос, какая из политических сил будет в выборочном бюллетене первой, оказался слишком принципиальным. Я пришел в порядке очереди сюда. Я пришел первый. А в порядке очереди двое суток тут стояли, благодаря тому, что работают тут. Заняли виртуальную очередь. Между тем, секретарь комиссии Инесса Сапа, по нашей информации представляющая партию реформы и порядок, попыталась внести документы ПРП в реестр первыми. Остальные посчитали это несправедливым, поэтому и без того горячая обстановка раскалилась до предела. Человек в милицейской форме довольно быстро погасил страсти. В итоге все политические силы были зарегистрированы. Вот только вопрос, какая из них в избирательном бюллетене окажется первой, по-прежнему остается открытым.